Начало 12-го в российской столице. Доброе утро тем, кто проводит утро среды в спортивном режиме. Сегодня гость, которого мы достаточно долго и зазывали в нашу студию, к нам дошел, Кирилл Шупинский. Если, Кирилл, вы позволите, буду вас представлять как реабилитолога, инструктора тренажерного зала, а также, помимо всего прочего, вы кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу, мастер спорта по жуму-лёжа. В общем, есть в вашей профессии и элементы такого спортивного мастерства, есть и на грани что-то, связанное с медициной, если правильная реабилитология, это всё-таки отрасль медицины. Я вас приветствую, доброе утро. Доброе. Ну, мы достаточно часто, ни для кого не секрет, говорим о победах, говорим о спортсменах, которые эти победы добиваются, о тренерах, которые приводят к этим же хорошим результатам, как правило. Но достаточно много остаётся за кадром о том, как люди к вершинам поднимаются, и, к сожалению, про те проблемы, с которыми они сталкиваются, тоже не говорим. А, как известно, спорт без травм, ну, увы, конечно, не существует. Вот я так понимаю, что ваша основная задача – это как раз момент приведения спортсмена в норму и как раз вот тот период реабилитации, который позволяет не только набрать форму, восстановить её, но и в итоге потом уже стать, может быть, и чемпионом. Ну, скажем так, если говорить именно конкретно о спорте, то, скажем так, есть чёткое разграничение физкультуры и спорт. Согласна с вами. Где-то, начиная от второго юношеского разряда, начинается уже спорт. И всё, что касается здоровья, оно остаётся до, а всё, что уже здоровья не касается, касается высоких результатов, оно начинается после, и с этим сталкивается любой спортсмен. Я вот вчера тогда же задумался, в каком виде спорта, наверное, травму нельзя получить. Но мы так с товарищами пришли, наверное, только в шахматах, и то можно уснуть и глаз не выколоть. Ну, в общем, да, а ещё можно на соперника нарваться нервного и получить той же фигуры или шахматной доской. Но это всё шутки. На самом деле, тема достаточно сложная и достаточно больная, да, во всех смыслах этого слова. Вот говорят, что если у тебя травма, ну, существует такое расхожее мнение среди непрофессионалов лучше лечь и лежать, и ждать, пока она затянется, зарубцуется, и только потом приступать к тренировкам. Среди людей, которые непосредственно занимаются вот этими реабилитационными мероприятиями, говорят, что, наоборот, нужно двигаться. И только в движении жизни, и только благодаря маленьким нагрузкам, постепенным их увеличению можно вернуться в исходную форму. Что вы скажете по этому поводу, как специалист? Ну, в первом, скажем так, посттравматическом этапе, 10-минутном, лучше, конечно, не двигаться, а дать себя осмотреть профессионалу, который уже поставит своё заключение, потому что, например, если это перелом, то какие-то движения, нагрузки. Да, а уже когда диагностирована травма, уже когда снят болевой синдром, уже можно говорить о том, что вот уже в этот момент уже начинается реабилитация. Да, действительно, там, до начала, скажем, до 70-х, 80-х годов считалось, 20-го века, считалось, что лучшего, чем там кровопускание, дома лежание и мази в тиране, ничего нет. Но со временем уже современная медицина, она пришла к тому, что организм, во-первых, восстанавливает себя сам. Наша задача... Не мешать? ...направить его в нужное русло, потому что, скажем так, есть две категории людей. Одна категория людей считает, что не шаг назад, а другая, что не шаг вперёд. И вот наша задача их вот по этому коридорчику провести. И задача даже больше психолога на первых порах человеку дать понять, что ничего страшного не случилось, что сейчас лечится всё. Но ведь вы затронули очень больную тему для многих спортсменов. Вот эта психологическая защита, которая не позволяет спортсмену после травмы кататься в полную силу, бегать в полную силу, она зачастую становится той преградой, которая не позволяет в итоге подняться выше по... Она становится не столько преградой, она столько становится отмазкой. Отмазкой? Да, очень много людей, которые говорят, блин, ну не получилось, колено болит, я пошёл домой. Вот. Потому что 70% тех людей, которые ко мне приходят, это всё-таки даже не спортсмены больше, а бытовые травмы. Физкультурники? Ну да, такие физкультурники. Люди, которые ходят по дорогам, которые вот по гололёду добираются до работы, и каждого из них может ждать за поворотом вот такое вот падение. А вы учите как-то группироваться при падении? Вы учите избегать таких травм, чтобы потом к вам не приходили как к специалисту по реабилитации? Когда очень важно понять, зачем к тебе человек пришёл. Если у него болит нога, значит, мы занимаемся ногой, но постепенно мы его учим, как этого не допустить. Потому что у любой проблем, даже вот человек подскользнулся на улице, что-то к этому привело. Это либо скользкие сапоги, либо гололёд, либо то, что человек просто раскоординирован, или там шёл, думал о своих вещах. Конечно, от этого научить, этого не делать, это невозможно, да, с любым это может случиться. Но грохнуться не как мешок на тот же лёд, это вы можете. Но грохнуться не как мешок, это очень важно. И очень важно, что, ну, то есть, если вот затрагивать медицинский аспект, анатомический, если у тебя плотные кости, если у тебя крепкие связки и работают очень нормально мышцы, ты не сломаешь себе ногу. То есть зачастую, если в 20 лет мальчик падает и ломает себе руку-ногу, то есть должно быть что-то экстремальное действительно случиться, для того, чтобы это произошло. А если у него всё нормально со здоровьем изначально, ну, это будет лёгкий ушиб, не более того. То есть когда уже спортсмен получает травму, это уже на грани. То есть он работает действительно на грани, на какой-то результат. И вот тот, скажем, направление, в котором он работает, оно уже доведено просто до какого-то невероятных вершин, и там уже действительно может что-то произойти. А вам как профессионалу работать, ну, даже, наверное, не знаю, корректно ли будет спросить легче с непрофессиональным спортсменом или всё-таки уже с мастером высокого класса, когда и требования другие, и травмы, к сожалению, бывают тоже гораздо более серьёзными? Здесь зависит от характера человека. Ну, и, скажем так, среди спортсменов нет людей слабых характеров. Среди настоящих, да, тех, кто приходит. Там перворазрядники, ну, они не получают, там нет такого. Это уже, да, начинают кандидаты, мастера спорта, мастера спорта, члены сборной, они, да, они уже идут. И с этими людьми их надо просто поддержать и дать какие-то знания, которые будут их развивать в нужном управлении. Потому что очень много начинают заниматься самолечением. Это самое плохое. Я сам всё знаю. Я сам всё знаю. Да, родственник вот так лечился. Я встал, убежал, бабушка там приложила, там, чеснок, лёд, там, намазала, мне там специальный состав из Тибета привезли. Надо просто человеку дать картину общую. Вот моя работа строится на том, что я им просто объясняю, почему. У меня лежит анатомический атлас и лежит прикладная анатомия. Всё. Если человек начинает заниматься самолечением, то прикладная анатомия становится прикладным средством для лечения травмы, я так понимаю. Такие случаи, конечно, были, но они очень редкие. Иногда действительно надо человеку накричать на него, чтобы у него этот ступор прошёл и вперёд. И работать. Да, и он работать, и он пошёл. Ну, я так понимаю, что ваша отрасль, она вот на грани и спортивной, и медицинской. У вас есть какое-то медицинское образование? Вы во всём этом разбираетесь в анатомии? Это же нужно знать досконально, не хуже хорошего, доброго доктора. Ну, если говорить о медицинском образовании, у меня нет медицинского образования, но слава богу, что есть такая федерация профессионалов фитнеса, и в ней работают люди, которые действительно с медицинским образованием, которые тебя могут этому научить. Ведь у меня очень тонкая отрасль направлена. Да, она взаимодействует с другими, но она именно своя. То есть, мы говорим не о медикаментозном лечении, а пост. Это восстановительный период. И основная задача, с которой мне приходится работать, это мышцы, кости, связки. И вот в этом, да, в этом дают, скажем так, очень большой курс, очень углублённые знания. федерация профессионалов фитнеса, она подготавливает тренеров в разных направлениях. Это групповые занятия, это индивидуальный тренер по бодибилдингу, или там сейчас очень много танцевальных направлений. Вот. И также знания, подчёркнутое из программы «Полистар Пилатес». Это международная программа, ну, если могу рассказать, что такое Пилатес. Да, гармония, она учит гармонии тела, и основное, с чем там работает, это не упражнения, которые вы выполняете, а это функции мышц, которые есть в нашем теле, которые его держат. И вот исходя из этих знаний, уже, да, ну, и так как я работаю в медицинском центре, не знаю, надо говорить, не надо говорить, его назвать. В медицинском центре, так. У меня, конечно, есть сертификация по медицине. Но я так понимаю, что у вас достаточно вот эта узкая, что ли называется, каста спортсменов, в смысле, тренеров, реабилитологов, или вас много? Мой преподаватель, мой учитель, Дмитрий Ирденко, он, например, вообще уехал. Вот уехал в Австралию, и все. И оставил все на вас. Ну, не надо. И вы тут единственные. Кирилл, давайте мы с вами на эту тему, насколько широко или узко представлена эта специальность в Москве и в России, поговорим через пару минут. Доброе утро тем, кто к нам присоединился. Сегодня тема нашей программы «Спорт как лекарство». И в гостях у нас реабилитолог Кирилл Шупинский. Помимо всего прочего, есть и спортивная составляющая его биографии. Это и кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу и мастер спорта по жиму-лежу. Но сегодня говорим все-таки про его вот это направление, полумедицинская, спортивная деятельность. Мы заговорили с вами, Кирилл, в предыдущей части о том, насколько много действительно профессиональных спортсменов можно найти в Москве. Не спортсменов. Почему-то все время спортсменами вас называют, реабилитологов. Вот действительно вас немного. Ну, насколько мне известно, более чем достаточно, конечно. Но только здесь вопрос в том, что все работают под эгидой каких-то знаменитых больших центров, такие, как там Центр Дикуля. Я работаю индивидуально. То есть на базе медицинского центра, но я работаю индивидуально с каждым человеком. То есть у меня нет такого общего подхода. И говорить о том, сколько человек занят в этой сфере, мне очень сложно. Но это достаточно странно было бы, если бы спортсмены высокого уровня приходили целыми группами к вам восстанавливаться. Это очень индивидуально. Это у каждого своя травма, у каждого своя психология, у каждого все свое индивидуальное. И вот я не представляю какая-нибудь группа ЛФК, и там, ну, я не знаю, какой-нибудь Антон Сихарулидзе стоит. Но это же странно, в принципе. Ну, наверное, да. Я так понимаю, что вы изначально-то и не мечтали об этой профессии. Как вы в нее пришли? Ну, просто так получилось, что у меня с детства травмы преследовали. Вот реально, одна за одной. Отличался очень плохим здоровьем. Я профессионально занимался баскетболом, но по результатам обследований, да, каждый год проходит обследование, там приблизительно через 3-4 года моей спортивной карьеры мне сказали, знаете, нам такой мальчик не нужен, у него есть предрасположенность к асме. И никто не будет за него, там слова такие прозвучали, никто не будет отвечать за него, когда он в конвульсиях будет биться там в припадке на поле. Какие прелестные доктора и тренеры, которые вам это говорили? Ну, да, потому что это спорт высоких достижений, а здесь такие не нужны. И очень многих людей это ломает. Меня тоже в тот момент... Ну, сломало, да. Я очень сильно болел из-за этого. Наверное, у меня поэтому там приступы астматические были, потому что... А вам это сказали в каком возрасте? Мне сказали, мне было 14 лет. Самые вот переходные, когда мальчик формируется в мужчину, да? Те ребята, с которыми я тренировался, я был ничуть не хуже, ну, не мне судить. И они пошли дальше, многие сейчас играют в NBA, а я вот остался, значит, там где-то за рамками этого всего. Но вы реализовали себя совершенно в другой отрасли. Благодаря своему тренеру, да. Я, ну, чисто случайно... Вот опять же, я начал, как это, самостийно чем-то заниматься, пошел там чем-то позанимался, тут чем-то позанимался, и боксом, и плаванием, и всем подряд. Пришел в тренажерный зал, переломал себе все, что только возможно, получил травму, компрессионный перелом позвоночника. Прекрасно. Да, с этим... Походил по многим врачам. Врачи, которые смотрели на мой снимок, они так думали многозначительно. Говорят, да, да. Ну, в общем-то, корсет и лежать. И все. Ну, к чему это приведет хорошему? Ну, и приходилось... К чему привело, я предлагаю всем нашим, если слушателям, то обратиться в зрителей, посмотреть на трансляцию, увидеть, что там косая сажень в плечах, там все в порядке со здоровьем, тут вот фу... Но это ваша сила духа позволила не раскиснуть окончательно и заняться самостоятельно восстановлением и здоровья, и иммунитета, и, в общем, превратиться из такого чахлика... Я могу сказать, что... Если бы, наверное, не мои родители, не моя мама, не мой папа, которые в меня верили искренне всегда, которые мне сказали, у тебя все будет, я, наверное, да, где-нибудь скис, и... А так мне всегда бы... Да, как бы ни было, и особенно вот моя бабушка, она вообще меня... За шкирку пару пенков и вперед. Да, когда я раскисал, я всегда к ней, причем-то не к родителям даже бежал, к бабушке, она мне давала пару пенделей и вперед. Спасибо им. Да, я ему могу сказать огромное спасибо, и вот как-то я прибился, так случайно абсолютно с каким-то знакомым попал в спортзал, который напротив моего дома был, и там меня встретил тренер, мой единственный тренер, человек, который меня научил очень многому, который, кстати, прошел через то же самое, да, имя, фамилию можно сказать? Да, конечно, обязательно даже. Это Кадаев Султан, он профессиональный тренер, чемпион союза по вольной борьбе, и как раз мастер спорта по пауэрлифтингу. Тогда это еще силовой троеборь называлось. Вот откуда у вас все кандидатские. И я пришел, начал что-то заниматься. Первое мое посещение спортзала было приблизительно такое. Я зашел, на все это начал приседать, куда-то лезть. Подходит какой-то человек, взял мне за шкирку, выкинул, сказал, придешь в следующий раз в тапочках. Потому что, да, я занимался ботинком в уличной области. Вот, и дальше, да, упорством, не знаю, каким-то упорством. Просто он смог мне показать, вот, что я могу в этом развиться. Он мне поставил сразу цель, вот тебе надо вот это. И я пошел. Я буквально за... Если учесть, что у меня дико болела на тот момент спина... Это вы уже пришли после перелома подмоначника. Это я уже пришел после перелома год. Год я там пытался как-то сам что-то там подтягивался на турнике, где-то бегал, где-то плавал. Я даже не знал. Как бы и литературу я никакой не мог найти на эту тему. То есть на интуитивном уровне что-то хотелось? Да, на интуитивном уровне я пытался по болевым ощущениям. И, кстати, сейчас вся работа, она строится только чисто по внутренним болевым ощущениям. Но как вы себе не навредили? Для меня достаточно удивительный вопрос. Я думаю, что я себе навредил. Потому что уже когда я на профессиональном уровне стал выступать, когда я получил, собственно говоря, по лифтингу я получил кандидата, только потому что мне там периодически нервы защемляло, еще что-то мне это везло. И тогда я понял, что надо как-то это здание систематизировать, и вот пошел учиться. Под научную базу подвели все ваши практические занятия. Потому что на самом деле сейчас наука уже на таком уровне, когда знают о человеке все. Ну, по большей степени его можно разложить прямо на составляющие и из этого уже как блоки строить. Но для этого должны быть хорошие специалисты, которые специалисты действительно с большой буквы, а не где-то что-то в медвузе услышали, на троечку сдали сессию и пришли работать. Вот проблема именно в этом. Если ты на себе этого не испытал, ты никогда не сможешь понять, в чем проблема у человека. Если ты просто где-то теоретически познал, как строится организм, от чего он развивается, к чему идет, то ты всю жизнь будешь таким теоретиком. Если ты знаешь, что действительно было очень, скажем так, от нуля, у меня на каком-то этапе после как раз спортшколы у меня отнялась в левая рука. Кирилл, вы расскажете какие-то ужасы все время про себя. Это действительно все с вами было? Это все было от головы. Вот понимаете, вот опять же, если вернуться к этому профессиональному спортсмену, вот, пожалуйста, вот вам мой опыт. Человек идет, у человека есть цель, он ей мечтает, он тренируется, он каждый день две тренировки, он что-то для этого делает, там, читает, не знаю, там, гуляет, ест. И когда тебе это выбрасывают из обоих, просто тебе говорят, ты не нужен. И к чему ты приходишь? Ну, в общем, наверное, вы легко еще отделались, потому что в 14-летнем возрасте можно глупости натворить поболее ваших, чем просто пойти и бездумно потренироваться. Ну, вот, да, меня, наверное, вот уберегло, что меня никогда не тянул там каким-то гулянием, плеском, танцем, пьянству. Мне нравилось это. И поломался, и потом вот на протяжении 5-6 лет я себя восстанавливал. Но ведь на самом деле ваша история достаточно типичная. Она очень распространенная. И сколько мальчиков, сколько девочек юных вдруг слышат такой вот жесткий приговор от своих тренеров, от каких-то врачей, и совершенно не по вашему пути идут. И то, о чем вы говорили, чего вы смогли избежать, они как раз вот на эту кривую и скатываются. Что повлияло? Родители в первую очередь, или ваше вот это вот желание доказать и тренеру, и врачам, что и из мальчика астматика можно превратиться в хорошего профессионального спортсмена с званиями, и с регалиями, и с результатами? Вера. Вера близких. И без веры, если... Ты один в поле не воин, я считаю. Если есть вера близких, ты будешь идти вперед. Потому что в тот день, когда мне в спортшколе это сказали, рядом со мной была мама, которая сказала, ну, что, одна дверь закрылась, две другие открылись, сквозняком, все, пошли другие. Мама молодец. Ну, и надо, конечно, отдать должное вашей силе духа, вы решили, что докажете. Ну, я какой-то упертый вот случился мальчик, и поэтому вот тащу, тащу. Ну, ну... А с тем тренером, который вас из баскетбольной школы отправил к докторам, вы как-то общаетесь? Нет. Не поддерживаете отношения? Нет, я ей очень благодарен. У меня не столько тренер, а сколько, наверное, руководство школы. Руководство. Это императивно идет. Ну, тут тренер... Конечно, если 6 лет человек тренируешь, я могу даже по себе сказать, да, вот у меня есть клиенты, которых я тренирую 6 лет. Да, они из реабилитации, они там пришли, извиняюсь, например, с подвыехом каким-то там плечевого сустава, и начали заниматься, и достигают, они изменяются. И ты это видишь, и ты начинаешь жить с этим человеком. Нельзя ему сказать, знаешь, иди. Так что я глубоко уверен, что она бы этого тоже не сказала. То есть есть какие-то установки? Это жестко. Ну, это хуже армии. Здесь жесткие есть рамки. Ну, и тренеров, наверное, с какой-то степени, в какой-то можно понять. Конечно. Ведь сколько сейчас есть историй, когда бедные дети и подростки иногда и жизнью прощаются на тренировках? Ну, кому, конечно, захочется брать на себя эту ответственность. Ну, это правда жизнь. Об этом надо просто говорить. Да, да. Человек рискует. Так же, как вы можете пойти на любую работу, проработать 30 лет, и вам скажут, ты не нужен. Потому что ты просто, ну, ты не достиг. У тебя нет каких-то качеств, которые отвечают этой работе, которые бы тебя поставили над теми же людьми, которые работают рядом с тобой. И так же в спорте. Даже этот, ну, утрирован быстрее. Но сейчас, мне кажется, это такое вот прямо целое направление, движение. Человека тут же выбрасывают, за него не борются. Сломалась вещь, выбросили, нет желания починить. А мне кажется, что это, в общем, не только для спорта применимо. Ну, у нас там сколько? Семь миллиардов. Это нормально. В Китае, наверное, еще хуже. За семьей миллиардами своя жизнь, своя судьба, свои эмоции, своя семья, которая переживает. И ты сам вот вдруг остаешься наедине с этой проблемой. Ведь не каждый придет к вам как к специалисту по реабилитации, не каждый захочет вас найти и попросить помощи. Не каждый, далеко не каждый. Кто-то вот... Очень много приходит мальчиков, ну, реально мальчиков, которые... У них пустые глаза, они не знают чего. Вы им помогаете? Да. Ну, это еще с работы я в институте учился. Когда учился в институте, работал в спортзале. И вот оттуда прям вот их потянуло, потянуло, потянуло. За вами. И многие там, спустя 7-8 лет, они мне даже сейчас звонят, говорят, блин, спасибо. Спасибо. Кирилл Шупинский у нас сегодня в гостях. Буквально через две минуты возвращаемся к теме нашего разговора «Спорт как лекарство». Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня в гостях у программы в своем поле Кирилл Шупинский, человек, который занимается спортивной реабилитацией и возвращает людям и веру в себя, и веру в то, что спортивные результаты могут быть достигнуты даже после достаточно серьезных травм. Кирилл, еще раз вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро. В вашей практике многолетних, сколько, кстати, она у вас уже длится? Пятый год. Шестой пошел. Шестой год. Вот, может быть, самый тяжелый случай, который... Но мне бы хотелось услышать, закончился победа, и спортсмен, например, пришел с какой-то несовместимой с большим спортом травмой, и вдруг раз, и достиг каких-то высоких результатов больше, чем до нее. Такие же наверняка есть. Это, скорее, не профессиональный спортсмен. Скажем так, я на каком-то этапе помогал тому или иному человеку, но не считаю, что большой заслугой был именно мой вклад. Человеку, например, мне, честно сказать, более интересен, например, вот сейчас у меня Евгений Гурович занимается, ему 73 года. И в 73 года старичок весом 58 килограмм может пожать штангу 40 килограмм. Да и что? Да. Это благодаря вам? Ну, вашим занятиям с ним? Моему участию, скажем так. Ну, плюс, конечно, помножено на желание самого... Да, несомненно. На его жизненную силу и его... Спортсменом его назвать тяжело. Ну, а почему нет? Бывают же спортсмены-профессионалы, бывают спортсмены-любители. Да, да. И человек действительно... Вот для меня вот это самая большая заслуга, я считаю. Та, которая не оценена каким-то высоким жюри, какими-то высокими наградами, а та, когда человек... Ну, действительно, после двух инфарктов человек приходит и занимается, и ребята, которым там 25 лет, которые... они там начинают буквально при виде каких-то сложных тренажеров, когда им просто говоришь ляжь на пол и там подними ногу, их начинают уже во все стороны колбасить, и они только двери ищут быстрее отсюда уйти. Почему? А что так пугает? Необходимость работы и... Люди не любят работу. А, то есть пришел? Да, да, да. Они хотят, чтобы вот раз, щелкнули пальцами и все, пошел. А, чтобы вы нажали на какую-то точечку, да, и сразу все прошло. Да, тут есть еще один, конечно, такой момент. Естественно, мы работаем на коммерческой основе. Денежек жалко. Я хочу... Да. Денежек жалко всем. А здоровье собственное как? А люди почему-то его... Ну, им не свойственно его монетизировать. Они как-то... То ли... Ну, сложно сказать. В общем, они не понимают вот этого, что вложив рубль, ты получаешь результат на 100 рублей. И тебе будет потом в дальнейшем возможность эти 100 рублей заработать. Они считают, что вот надо... Я как-нибудь сам, неважно, как получится. И причем некоторые, они даже там... Вот снимаются, устраив, фаза не уходит и потом возвращаются. Через год-два, потому что саму первую причину эту они не устранили. Но это ведь самая распространенная, наверное, в любом лечении проблема, когда первая боль ушла, нужно сразу все немедленно забросить, а курс лечения не продолжать. И все. А потом ты возвращаешься и раз, и два, а еще усугубляешь вдобавок. Да, вот на последнем буквально семинаре обсуждалось, что, например, в Европе, или в США в частности, у нас нету культуры, а там есть вот такая культура, как вот лечиться. Почему? Потому что у людей страховка есть. Они получают страховку, и если ты не долечился, страховку за тебя не выплатят. Если ты не выпил эту таблеточку, ты будешь платить за нее сам. Вот. И они приходят, а в России этого пока нет. Но уже начинается, начинается. Многие понимают, многие... Я могу сказать, что, скажем так, количество людей, которые приходят после выписки из больницы, после того, как они проходят курс ЛФК в больнице, они приходят к нам и продолжают заниматься, и оно увеличивается. То есть оно не идет к стагнации, к загибанию, а наоборот, оно увеличивается. То есть людей все больше и больше и больше. Правда, конечно, это возраст 130 лет. То есть у нас средние 35 и пошло выше. Но, судя по всему, у вас есть люди, те, которые за 70 перешагнули, коли бы уже упоминали. Да, их за 70, и 60, 50-летних вообще просто очень много. Там, наверное, процентов 60. В основном мужчины, наверное, которые вдруг вспомнили, что нужно о здоровье собственно беспокоиться. Не только мужчины, женщины. Женщины больше, мне бы вот не только, чтобы ножка не хромала, мне бы еще вот, чтобы вот талия была осина. Мне вот это надо. И поэтому ты вот давай сейчас для ножки, а там для талии. То есть вы успеваете еще и женщинам не только здоровье возвращать, но и к 90-60-90 приближать? Каждый день. Почему нет? А вам интересно с таким работать, с контингентом, когда вот девчонки... Это очень интересно. Это очень интересно, потому что пути каждый раз новые ищешь. Потому что тебе надо человека... Ну, вот когда приходит ко мне, скажем, мальчик после... Ну, тот же вот самый распространенный, скажем, выбитый мениск или что-то такого. Ему там сделали операцию, его удалили, лишили. Ты знаешь, что через три недели при правильной нагрузке у него все это пройдет. Мениск через три недели? Ну, а что вы? Ну, так прям смотрите, да. Я вам скажу, мне делали мениск, наверное, я совсем юная была и полгода я была похожа на человека с разных сторон хромающих. Сейчас это достаточно простая операция. Там нет ничего сложного. Что там? Что такое минис? Грубо говоря, это пятирублевая монета, которая увеличивает площадь соприкосновения двух суставов. Ну, она может сплющиться там. Ее могут вот очень часто при... Вот игре... Благо у нас американский футбол не развит, но там это просто, когда у тебя двое людей. Сносят, ноги ушли в одну сторону, голова ушла в другую. Там достаточно распространенно. Там это быстро. Буквально небольшая полостная операция и все. А есть какие-то заболевания, после которых вы не беретесь за реабилитацию, понимаете, что это невозможно? Или для вас нет? Есть заболевания, после которых люди не приходят. Так. Есть заболевания. Они не хотят. Не потому, что это невозможно. То есть, в принципе, вы беретесь за всякие случаи, я так понимаю. Я пытаюсь помочь. Помочь. Если человек пришел, надо понять. Ну, мы же работаем, да, мы работаем в связке, и там медикаментозные, и массажи идут. Врач-мануальный терапевт работает. И уже потом мы подключаемся. А когда, ну, есть, есть много людей, которые, да я лучше хромать буду, я никуда не пойду, ничем себя не буду нагружать. То есть, по вашему разумению, было бы у человека желание, не было бы жадности вкладывать в себя, в свое здоровье, и было бы, вот, я не знаю, что это назвать, работоспособностью, то вы готовы взяться за самые сложные случаи? Конечно. Почему тогда люди не хотят? Почему тогда они себе... Потому что люди не хотят. Самая большая первопричина в том, что не хочет человек. У нас есть возможность, ну, вот, если так вот взять по-хорошему, есть возможность и знание развить любого человека. Просто вопрос вложения его труда и вложения, получения чего-то из этого вложенного труда. Буквально три недели назад, вот, начал у нас сейчас еще надо понять один такой момент. У нас это чисто добровольно. То есть ты хочешь, ты работаешь индивидуально с тренером, не хочешь... Вы составляете конкретную программу, под этого человека нет, или как это происходит? Я не составляю программу. Самое важное в моей работе, что я не составляю программу, есть план, согласно которому он развивается. Сейчас объясню, в чем разница. Программа – это строго структурированная, это какой-то канон, вот, по которому надо сделать столько, столько, столько. А я работаю ситуационно. Человек ко мне когда-то приходит в первый раз, я императивно задаю ему какую-то нагрузку. Когда он приходит во второй раз, первые же мои слова – что болит? Что вы чувствуете? И вы смотрите, что где проявилось. И потом, исходя из этого, я даю снова нагрузку. Человек уходит, человек приходит снова, я даю снова нагрузку и снова спрашиваю, что болит. А не боитесь ошибиться, Кирилл? Людям свойственно ошибаться. Просто вопрос, моя ошибка, она... Я даю такой допуск, чтобы моя даже возможная ошибка, она не привела к каким-то плачевным результатам. То есть чуть-чуть, может быть, человек где-то перегрузится, но это не приведет к... Необратимым к каким-то... А вы смотрите медицинские карты, когда к вам приходит человек? Ну, у нас есть, скажем так, такая функция, но я обычно полагаюсь, что человек мне сам об этом расскажет. То есть вы идете от ощущений непосредственно человека, который к вам пришел. Что он хочет, что он ощущает, где болит и что нужно? Ну, конечно, диагноз его услышать. Диагноз сначала услышать, а потом уже, исходя из этого, мы работаем с такими людьми. К вам легко попасть? Или у вас там очередь? И говорят, о, там уже пошла 105-я очередь, и сейчас я через 2 года попаду. Или у вас нет такого? Нет, нет никакой очереди. Нет, людей, как сказать, конечно, много, но там нет такого. А средним по времени сколько? Я понимаю, что разные травмы, разные люди, но тем не менее, насколько человек должен рассчитывать, чтобы он вернулся в норму? Если он не хочет, помимо реабилитации, ещё и получить, вот как девушки, вышеупомянутые талию осенную? Ну, это зависит от типа травмы. Ну, самое большое, может быть, 2 месяца. Всего? То есть нужно, на самом деле, не так много времени на себя потратить? если к нам приходят уже люди, способные к нормальной жизни, да, мы только, скажем так, нивелируем те недостатки, которые были получены в результате травмы, то есть уже последствия, да, мы развиваем их. У нас, ну, чтобы представление было, там нет стационарно лежащих. Ну, понятное дело, конечно, да. Мы ставим балетные стенки и заставляем через боль, через слёзы развивать какие-то функции. Нет, конечно. Человек приходит по собственному желанию. Но обычно, да, вот, скажем так, визуальные, внутренние ощущения у человека начинают меняться спустя 14 дней. Ну, это вот реально. То есть две недели, порядка там трёх-четырёх занятий, и человек начинает ощущать по-другому. То есть ко мне люди приходят и говорят, что-то мне легко. Вот это, для меня это самое, что может быть лучше, я даже представить не могу. Он говорит, мне легко. Я могу сделать то, я могу наклониться. Мне каждому человеку вот ещё, ну, вот за мою практику, может, один или два было, человеку просто научить правильно клоняться. Такое тоже бывает. Правильно. Никто этого не умеет. Никому это не объясняли никогда. Как правильно наклониться и что-то взять? У нас очень большое количество травм возникает при бытовых. Но у нас спину срывают как раз за счёт того, что работает только поясница, а не всем корпусом. Даже поясница не работает. А как тогда? Работает непонятно чем. Работает руками. Руками. А поясница растягивается. Ведь понимаете, весь организм, он связан. То есть да, это пара, силовые пары. Нога прикреплена к тазу, таз прикреплен к позвоночнику, позвоночник прикреплен к голове, образно говоря. И когда одна функция начинает гипертрофироваться и брать на себя всё, другие начинают отказывать. И вот у неё где-то раз и щёлкает. Ничего не происходит среди бытовых травм ничего не происходит просто так. Нету такого вот что. У человека всё нормально, он такой вот замечательный, он наклонился, оп, меня там где-то защемило. Или как люди, многие любят говорить, ой, меня продуло. Я вот сидел, окно открыл, меня продуло. А у меня было всё замечательно. У меня было всё нормально. То есть, любая травма, любое неудовлетворение ощущениями внутри себя, они вызваны изначально какой-то неправильной работой организма. Просто мы об этом не знаем, не видим ничего. Мы об этом не задумываемся. Мы не то, что не знаем, мы не задумываемся. Ну, человеку не свойственно. Ну, очень малому количеству людей реально свойственно задумывается. Так, вот почему же, может быть, вот почему у меня плечо там не поднимается, что же там с ним происходит? А выясняется, что он спит на каком-нибудь матрасе, который, ну, уже... Нужно выбросить давно. Уже у его бабушки надо было выбросить, там, пуховой перине. И что у него плечо просто затекает. Ну, что такое затекает? У него перестаёт снабжаться кровью. Краснабжение, да, да, да. И оно, например, за ночь, оно не восстанавливается. А человек весь день сидит вот в компьютере в офисе и где-то там что-то ваяет. Вот мне даже с этим приходится объяснять, что, ну, ты приди на своё рабочее место и сядь удобно. А то вот эта вот сколиотическая осанка, вот они приходят и начинают. Ну, это же просто... Это основы, которые, не знаю, в школе надо давать. Надо давать. Кирилл Шипинский, да, у нас сегодня в гостях о том, как ещё обезопасить себя от всяких разных, в том числе, и бытовых травм через пару минут. Спорт как лекарство. Сегодня говорим об этом с реабилитологом, человеком, который знает, как правильно ходить, как правильно сидеть и как правильно наклоняться для того, чтобы нигде ничего не болело и вдруг не продувало, и вдруг не стреляло плечо. Кирилл, я вас ещё раз приветствую. Вот мы с вами всё время говорим о вашей деятельности реабилитационной в центре, да, с людьми, которые хотят и могут заниматься. Но ведь достаточно много в интернете про вас написано, как про тренера Антона Бритвы, Руданова. И далее вот на этом вся информация заканчивается. Вам не грустно от этого, что только знает по Антону и только знает, как человека, который с ним занимается, приводит его в форму такую, в хорошую? Ну, почему должно быть грустно? Много талантливых людей в мире. Чем я лучше? Ну, пускай мне... А чем вы хуже? Я не хуже, но я никогда не задумывался об известности. Ну, вот нет у меня какой-то такой, наверное, тяги к мировой славе, потому что она как приходит, так и уходит. А люди, скажем так... Мне есть чем гордиться уже хотя бы того, что люди, которые со мной общались, они хотя бы запомнили, как меня зовут. Ну, вы, например... Не амбициозны вы. Ну, я не знаю. Нет, вы на такой вопрос. Я даже не задумывался, наверное, об этом, о том, что... Нет, конечно, хотелось бы для этого я веду колонку на том же, у того же Антона Бритва в его разделе в «Спарте». Да, я видела. И пишу об этом. Постоянно пытаюсь до людей хоть что-то донести, хоть пускай они прочтут хоть где-то там на подкорке, чтобы что-то отложилось. Да. А ваше взаимодействие и сотрудничество с Антоном, оно откуда есть пошло? Он ко мне так же пришел. Сказал четкая цель. Ну, у меня не было травмы. Поставил себе там по лидерской программе цель. Хочу стать мастером спорта по жиму лежа. КМС. КМС тогда. Все. Я говорю, ну, не вопрос, давай заниматься. И все. Это когда произошло и через сколько был достигнут результат? Это произошло где-то года три назад. Результат был достигнут. Одна беда, что Антона с его бесконечными командировками, ему очень сложно. Он реально его достиг в спортзале, но он этим удовлетворился. Да. То есть ему достаточно буквально там, чтобы войти в форму небольшого промежутка времени. И об этом я ему постоянно говорю, что поехать на соревнования и уже получить этот там сертификатик о том, что вот зарегистрировали, все, оно у тебя есть. Чтобы списочки значилось. Мастер спорта. Да. Списочки значилось. К его там регалиям кучи. Ну, просто это действительно... Ну, тут опять же приходит к тому, что если ты достиг этого уже в голове, то идти кому-то что-то доказывать, особенно такому самодостаточному человеку, как Антон. Ну, согласна. Ну, в каком-то этапе жизни ты понимаешь, что это доказывание. Ну, месяца три или четыре назад у нас был Антон в гостях. В общем, форма его впечатляет. Женская половина радиостанции оценила достойно вашу совместную работу и Антона, и ваша Кирилла. Но, насколько я понимаю, таких спортсменов, именно приходящих к вам не за реабилитацией, не очень много. Все в основном приходят за здоровьем, за тем, чтобы вернуться к нормальной полноценной жизни. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. И 50% людей с определенными заболеваниями порнодвигательного аппарата, и 50% людей, которые вообще просто решили пойти в тренажерный зал, но подумали, что, наверное, какой-то фитнес-клуб им не очень нужен, а надо как-то, чтобы немножко люди подумали о том, что... Вот не конвейерно было, а вот камерно, как мы любим говорить. Камерно получилось, да, чтобы он что-то получил за результатом. Вот кратко это можно так описать, чтобы реально что-то получить. Не просто походить, вот как у нас многие любят говорить, у меня карточка фитнес-клуб, и у меня. А кто куда ходит? А я вот так. А, ну хорошо, и поговорили. Ну, я достаточно много общаюсь с бывшими спортсменами, в том числе и достаточно титулованными, которые вдруг пришли в фитнес-зал, закончив карьеру, и начинают заниматься уже с людьми непрофессиональными. Они говорят, меня больше всего, вот как, я не знаю, как все, один, говорят, пришел за индивидуальным занятием, за одним, посмотрел, сказал, все, я дальше буду делать сам. Он говорит, ну как же так, ну это же постепенно нужно, я там буду увеличить нагрузку, здесь что-то менять. Нельзя один раз получить вот эту индивидуальную консультацию, даже если она там дорого стоит, и потом заниматься самому. Это нереально. Ну, говорит, нет, люди вот раз, и только на одном занятии останавливаются. Для меня удивительно. Пришел, уже занимайся. Нет, нет, нет. Ну, это вот опять же про монетизацию там собственного здоровья, да. То есть человек не задумывается о том, что он может сам себе вред принести, да. Мы как себе сделаем, да. Сказал Кирилл, который уже принял себе вред, посетившись в индивидуальном режиме. Ну, ведь искренне в каждый момент, когда я себя там калечил, я думал, что я себе помогаю. Через боль иду, я молодец, да. Ну, я же неосознанно это делаю. И человек, который... Наша беда... Вот зачем я пишу, зачем я все об этом говорю? И Антон зачем это говорит? От неосознанности. Ты не понимаешь этого процесса, что ты в него лезешь. Вот мне там кто-то сказал, вот где-то я там прочитал, особенно интернет, он вообще пестрит всем подряд. Там люди, которые занимались одним, начинают заниматься другим, и это выходит в какой-то модный тренд, и все. И так же... А спортзал рождает иллюзию. Вот у нас, например, нам повезло, у нас достаточно сложная реабилитационная оборудование, к нему просто так не сядешь. Ну, там такая загогулина, вот интересная, железная. То есть нужно знать, с какой стороны. А в обычный тренажер зал, ну, ты приходишь, ну, у тебя там есть турник, там, какие-то тренажеры, там, где ты тянешь, где ты жмешь. И человек думает, блин, ну, и на нем еще нарисовано. То есть по инструкции, да, я все сделаю. Делал деньги за абонемент. Я даже один раз кем-то позанимался, он меня там посадил. Я же делаю обалденно. Неужели же у меня не получится? Я что, хуже всех остальных? Я сейчас сделаю. И вот они начинают на них, как павианы, скачать. Туда, сюда, спрыгнул отсюда, там, сям. Спортзал рождает иллюзию. Когда ты приходишь в зал бокса, перед тобой висит мешок. Что с ним делать, ты не знаешь. Ты можешь подолбить, и все, и ты уйдешь. У тебя интерес пропадет. На нем не написано там связки, на нем не написано, как работать, как дышать. А на тренажерах, вот, в этом вся проблема. То есть есть иллюзия. Вам не хочется остановить в этот момент товарища за шкирку его снять? Я их периодически. Нет, у меня другая. Когда я дежурил в тренажерном зале, я обычно ходил, и просто, вот у меня такая манера общения, людей жестко, ну, извиняюсь, сетибал. Там, давай, поднажми, парень. Давай, давай, ты это можешь. Народ понимал юмор, нет? Ну, знаете... Нет, люди... Или продолжали, одобренные тренером. Люди, скажем так, вся моя клиентура так и получилась. То есть, да, вот первоначально, когда я только пошел работать, она вся так и получилась, что я просто ходил и реально над людьми смеялся. Нет, ну, конечно, много людей недовольных, но их очень мало, потому что я как-то стараюсь деликатно это сделать. Вот, и человек, вот реально, если ты подходишь, ему говоришь, вот это вот не так, вот это вот так, он редко задумается. А когда ему говорят, что давай, давай, у него наоборот стопор в голове срабатывает, это обратно. А мы же всегда все делаем наоборот. Ну да. Если ты говоришь человеку, не торопись, вот ты сел в машину к таксисту, говоришь, не торопись, не торопись, он наоборот поедет быстрее. Когда он говорит, да у меня еще много времени, ну, ничего страшного. Ну, вот тут вот, вот такой же срабатывает, вот обратный режим. Ты ему говоришь, давай, 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 вот еще, вот еще немножко, вот уронит у гантели не только на голову, но еще и на ногу, давай. Хорошие методы. Да, и он так раз сразу успокаивается и потом подходит, да, я, наверное, вот погорячился, давайте еще что-нибудь попробуем. К вам приду. Ну, может быть он, во-первых, я всегда говорю, что почитайте. Это займет у вас 20 минут времени, меньше займет, чем вы проводите времени там в Твиттере, ВКонтакте, везде, там в остальных соцсетях. Почитайте, вы все узнаете. Вот, скажем так, любой человек, который ко мне приходит и спустя там небольшое время, там 2-3 недели после того, как он начинает заниматься, я его прошу, напиши мне свой режим питания. Питание очень важный процесс и в реабилитации то же самое. Напиши мне, чем ты питаешься. Вы знаете, из 500 человек, грубо говоря, которые у меня занимались, сколько людей мне написали? Сколько? Трое. Трое? То есть нет людей, которые целенаправленно приходят в этой работе. Я тебе сейчас расскажу. А вот я вот с утра выпил кофе, там заел его пирожком. Реально, те люди, которые, вот их реально было, вот можно пересчитать по пальцам, их было трое, они пришли таким тетрадкой, там все написано прямо по времени, даже более, чем было нужно, а все остальные, они так. И ты уже начинаешь из него вытягивать клещами. А вы тоже занимаетесь в том числе разработкой правильного питания для человека, который к вам приходит на реабилитацию? Ну, я не диетолог, потому что есть, конечно, аспекты. Я просто даю базовые знания о том, что ты ешь. То есть я стараюсь человеку дать понимание того, что с ним происходит. Вот, например, он кушает, почему не надо пить много кофе? Все думают, ну, там, зубы пожелтеют, или почернеют, еще что-то там случится, или там, почему не надо там есть супы, и заедать его полбатоном хлеба? Ну, не знаю, не знаю. Ну, Кирилл, согласитесь, что, в принципе, основы здорового питания, они всегда одни и те же. Чем бы ты ни занимался, какую бы ты нагрузку для себя не выбирал, это всегда что-то нежирное, это всегда много овощей, это всегда фрукты, это всегда не наедаться и не напиваться. В принципе, если ты это соблюдаешь, то, собственно, какие-то аспекты же есть. Вот надо человеку воткнуть носом и понять, что он делает не так и вот это исправить, не надо все там перекапывать, вот надо в какой-то его стезе направить. Вот реально, ко мне девочка приходила, после 15 минут занятий она вот так вот, у нее кружилась голова, она садилась. Что такое, я не понял, реально падает сахар в крови, да, и у человека, получается, такой, синдром усталости. Раз, все, сил нету. Что выяснили? Выяснилось, что она так готовила занятия, что за два часа не ела. То есть силы просто ее покидали. если учесть, что она приходила где-то часов в пять вечера, она с трех не ела, уже приходила сюда на бровя. Еще после рабочего дня, Еще, да, она там, ну, у нее вечерний образ как бы жизни был, да, она там фотограф, она там с семи часов, например, работает. Ну, вот она вот такая вот себя приходила и все. Слушайте, какая у вас интересная профессия, вместе с ним сложная, вместе с тем ответственная, в общем, все, что можно в себя вместить в работе с людьми, у вас есть все. Просто я человеку рассказываю о том, как лучше общаться со своим телом. Я им больше ничего не объясняю. Я не лезу в высокие материи, там, его души и все остальное. Мне это не подвластно, и я не хочу этим заниматься. Но научить, просто я это на себе испытал. Я говорю, что человек... Пытайтесь предостеречь от своих ошибок тех, кто идет по вашему пути. Слава Богу, это получается. Спасибо. Спасибо вам, Кирилл. Я надеюсь, что те, кто нас сегодня послушал, по крайней мере, прекратят пить кофе в немыслимых количествах, начнут правильно наклоняться, еще лучше постепенно начнут действительно правильно питаться, правильно заниматься физкультурой и правильно жить. Спасибо. Услышимся ровно через неделю. Спасибо вам. Счастливо. Счастливо. Счастливо.